Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Это мои маленькие советы, как построить успешную и счастливую жизнь в современном мире. Сегодня я хочу поговорить о таком важном вопросе, как красота человека. Почему красота? Ведь мы говорим каждый день о том, как поставить свои цели, как их выполнять, как их добиваться. Но оказалось, что если мы игнорируем свою внешность, если мы не замечаем, как мы выглядим, то и все остальные вопросы нашей жизни очень сильно страдают. Мнение о том, что человек будет счастливым и красивым внутри, не судите книжку по обложке, не смотрите, что снаружи, смотрите, что внутри, оказалось абсолютно неправильными. Оказалось, что счастье и успех человека напрямую зависит от того, насколько хорошо он выглядит. И помните слова Чехова о том, что в человеке должно быть все прекрасно, и душа, и одежда, и лицо, и мысли. Как он был прав? Сегодня мы возвращаемся опять к этому же вопросу. Я, к сожалению, вижу, как убывает женская красота. Я вижу, что очень... особенно женская красота, потому что мужчины, они остались такими, какими они были. Они также носят свои рубашки, брюки, туфли, и они мало изменились. Даже в летнее время вы редко увидите мужчин, которые слишком сексуально одеты, в отличие от женщин. Но вот именно женская красота получила очень-очень большой шифт, очень большие изменения, и именно женская красота убывает. Почему-то стали думать, что удобство должно заменять красоту, почему-то стали думать, что простая одежда важнее, чем хорошо развитый интеллект человека, почему-то нельзя иметь и то, и другое. Но вот все последние рассуждения ученых и исследования показывают о том, что это неправильно. И успеха достигают и в личном плане, и в профессиональном плане те люди, которые хорошо выглядят. И это было всегда. Ничего нового не изобрели. Эволюция подсказывает, что люди всегда выбирали друг друга по внешности, и тот человек, который выглядел хорошо, люди считали его здоровым и выбирали его в партнеры для будущего воспроизводства своих детей. Мы оцениваем человека за 10 секунд. Только одного взгляда достаточно для нас, чтобы понять, подходит нам этот человек или нет, будет ли он для нас партнером по жизни, выберем мы его или нет. И точно так же в плане карьеры люди оценивают за 10 секунд. Очень-очень быстро. И это не умышленно, это на подсознании человека, то, что развивалось тысячами, миллионами лет. Если можно сказать про то, что есть человек миллион лет, я не знаю, сколько на самом деле. Я думаю, что история человечества ведет не больше, чем 30 тысяч лет назад, что мы имеем первую письменность. Но я не уверена. Поэтому мы будем говорить об этом каждый день. По возможности я буду встречаться с вами как можно чаще. И мы будем говорить о красоте человека. Ближайший друг красоты человека – это здоровье. Человек, который нездоров, уже не может быть красивым. У него серая кожа, у него, может быть, какие-то раздраженные красные глаза, у него плохая походка, у него нет энергии правильной. Поэтому быть красивым – это в первую очередь быть здоровым человеком. Это иметь здоровые красивые волосы, здоровую красивую кожу, красивые белые зубы, это иметь правильную красивую походку и, конечно, хорошую энергию. Другие аспекты красоты – это внутренняя красота человека. Но мы начнем сейчас разговоры с внешней стороны человека. Что нужно делать, чтобы быть красивым? Потому что еще раз хочу подчеркнуть. Женятся, выбирают себе супругов, супруги, супругов в первую очередь по внешности. Потом уже люди рассмотрят и насколько они подходят друг к другу. Но красивые люди в первую очередь будут востребованы везде. Точно так же на работе. Когда вы приходите наниматься на работу, в первую очередь возьмут при одинаковых, конечно, знаниях и квалификации, в первую очередь возьмут на работу того человека, который будет хорошо выглядеть. Причем я хочу подчеркнуть. Хорошо выглядеть и быть красивым – это не значит, что иметь все идеально правильные черты лица. Мы поговорим в следующий раз отдельно о золотом сечении, как формируется зрительно, опять на подсознательном уровне, красота человека, правильные пропорции человека. Это целая интересная тема, мы поговорим отдельно. Но при одинаковых, я сказала бы, возможностях, условиях выбирают себе в партнеры. В первую очередь людей, которые нравятся внешне, и точно так же людей берут на работу в первую очередь те, кто нравятся внешне. Поэтому давайте будем вместе на следующей неделе. Желаю вам великолепных выходных. Сегодня суббота, хороший день, достаточно тепло в Торонто, еще не было зимы, все очень хорошо. Давайте встретимся в понедельник, и мы поговорим, будем продолжить о том, как быть красивым человеком, что для этого нужно делать, почему это так важно мы сегодня определили. Я надеюсь, что вы мне верите, что это очень-очень важно. И увидимся в понедельник. Всего хорошего, счастливых выходных. До свидания.